Буквально вчера вышла новая Mac OS с романтичным названием Каталина. Каталина, кто не в курсе, остров в Карибском море. А вместе с ней обновили нашу любимую монтажную программу Final Cut Pro X, Motion и Компрессор. Как уверяет производитель, весь пакет стал еще быстрее работать из-за перехода на движок Metal. Metal – это графическая вычислительная технология, встроенная в Mac OS, iOS и TV OS. Она позволяет центральному процессору и графическому процессору более эффективно работать вместе, повышает динамичность графики в играх и ускоряет работу в высокопроизводительных мультимедийных программах, таких как Final Cut Pro X. В результате все задачи видеокарты, такие как композинг, рендеринг и воспроизведение в режиме реального времени, будут улучшены. Добавили немного работы с HDR, но главное – оптимизировали под новый Mac Pro. Теперь монтажеры, использующие MacBook Pro с 15-дюймовыми дисплеями, ощутят 20% прирост производительности. На iMac Pro обещают до 35%. Я не рекомендую тебе обновляться, если ты не завершил какой-то важный проект, и не забудь сделать бэкап старой версии программы. Итак, некоторые функции Final Cut Pro 10.4.7. Первое – это, я уже сказал, новый движок, основанный на Metal, улучшающий воспроизведение и ускоряющий такие задачи, как рендеринг, композинг и эффект в реальном времени. Улучшена производительность графики с некоторыми видеокартами одновременно, в том числе на Radeon Pro, Vega 2 и Radeon Pro Vega 2 Duo на новом Mac Pro. Оптимизированная производительность CPU теперь поддерживается до 28 ядер на новом Mac Pro. Добавлена поддержка AfterBanner на новом Mac Pro для ускорения воспроизведения ProRes и ProRes RAW. Просматривайте, монтируйте, красьте и экспортируйте невероятные HDR-видео на Apple Pro Display XDR. Подключайте одновременно до трех дисплеев к новому Mac Pro, два для интерфейса Final Cut Pro и один контрольный. Красьте HDR-видео с продвинутой цветовой маской и выбором цвета, основанным на HSL. Добавлены настройки маски по HSL, Hue Saturation Luma. Прибор для цветокоррекции Waveform теперь показывает уровни яркости в HDR PQ во время монтажа. Переведенные в SDR стандартный динамический диапазон при помощи Tone Mapping. Выбирайте, какую видеокарту использовать для графического ускорения, внешнюю или внутреннюю. HDR клипы теперь работают корректно с лутами, когда используется команда отправить компрессор. Сам я еще не обновлялся, я буду обновляться только после того, как сделаю бэкап. И рекомендую тебе сделать так же. Используй лицензионный софт. Помни, что качество монтажа не зависит от выбранной программы. На этом все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok